На обложке дневника запись «Вскрыть в ночной тиши, когда не спится». Но я вот просто не удержалась и открыла его сразу же. И тут же погрузилась в этот удивительный внутренний мир молодого 16-летнего курсанта. Старый потрепанный дневник, который в антикварный магазин принес случайный человек, разбередил душу его владелицы Анны Котельниковой. Переживания и мысли юного незнакомца Феликса Смирнова перенесли Анну в середину прошлого века. Первая запись в дневнике датирована 6 сентября 1945 года. Только-только закончилась война Великой Отечественной, только отгремели вот эти вот залпы, и еще свежа в памяти, в его детской памяти, та сталинградская мясорубка, участником которой он был. Потому что Феликс на тот момент проживал в Сталинграде, там проживала его семья, мама, отец. Отец, кстати, был на фронте, был тяжело ранен и погиб в 42-м году. Отец и мама Феликса и его сестра Рита. Фотокарточки 1934 года Анна тоже нашла в дневнике. Теперь рассказывает об этих людях словно о своей семье. Самым близким стал, конечно, Феликс. Лиризмом и романтизмом юношей дышит каждая строчка. Чего только стоит описание природы. Тяжелое настроение, все безразлично, ничего не интересует. Дождь, дождь, дождь. Тихо стучат капли о листьях могучих тополей. Звуки улицы какой-то адской музыкой врываются в раскрытые окна нашего класса. И как они могут ругаться при такой погоде? Так может написать только глубоко чувствующий, душевный человек. И я влюбилась, вот просто влюбилась в этого молодого юношу. Потому что я, наверное, сама лирик и романтик по натуре. Жизни судьба Феликса настолько заинтересовали Анну, что она обратилась в местные архивы и ЗАГС. После месяца поисков картина стала вырисовываться. Феликс все-таки стал офицером. Скорее всего, был командирован в Амурскую область. Жил и умер в Рачихинске. Воспитал четверых детей, есть внуки, правнуки. Одна из дочерей живет в Благовещенске. Анна даже нашла ее номер телефона. Но момент встречи не торопит. К дневнику словно приросла. Тяжело расставаться, конечно, будет с другом. Но, скорее всего, я верну его семье. Потому что это реликвия, которая должна находиться в семье. Все-таки как история рода для потомков. Радует Благовещенку то, что дневник она обменяет на бесценную информацию о друге. И, возможно, когда-нибудь история его жизни ляжет в основу ее книги. Регина Сорокина, Алена Лепкалова, Сергей Захарушкин. Программа «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова